Колпашево Промышленное и культурное развитие города и в целом округа сдерживала слаборазвитая сеть наземных коммуникаций. Водный транспорт действовал с мая по октябрь. Надежным связующим мостом между Колпашевой и Большой землей могла стать только авиация, которая к этому времени прочно стала на крыло в западно-сибирском крае. В конце 1932 года началось зарождение авиации на территории нынешней Томской области, Снорымского округа западно-сибирского края. В Колпашево было подобрано место для зимнего аэродрома. Осенью 1933 года подготовили аэродром, составили кроки, обустроили взлетно-посадочную полосу на реке Обь, ниже поселка Колпашево. 15 декабря 1933 года в Колпашево заработал аэропорт. Положено начало и развитие первого авиатранспортного предприятия на территории нынешней Томской области. А уже к концу 1934 года на северо-восточной окраине Колпашево возникло нынешнее авиапредприятие. В 1935-1938 годах шло интенсивное освоение воздушных трасс на севере области. Регулярное сообщение было установлено Скоргаском, Белым Яром, Уватом, Тюменская область. Освоение, открытие новых воздушных трасс проходило в крайне сложных условиях. Малоориентирная местность, полное отсутствие метеорологического обеспечения, скудные средства навигации и связи затрудняли полеты. К концу 1940 года аэропорт Колпашево располагал достаточно большой сетью аэродромов, посадочных площадок на местных воздушных линиях Нарымского округа. В 1941-1943 годах была построена грунтовая полоса для приема первоклассных по тем временам самолетов Ли-2. Авиационная метеорологическая станция приступила к составлению прогнозов погоды. В сложной и напряженной обстановке Великой Отечественной войны аэрофлот быстро перестраивался на военный лад. Пилоты, авиатехники и другие специалисты уходили в действующую армию, в дальнюю бомбардировочную авиацию. С огромным напряжением трудились подразделения гражданской авиации в тылу. Они перевозили военные грузы, боеприпасы, вооружения. Аэропорт Колпашево обеспечивал перевозку рыбной продукции для фронта, пушнины, материалов оборонного значения, которые производились на предприятиях и артелях города Колпашево. 29 декабря 1945 года в аэропорту Колпашево было создано первое летное подразделение – звено самолетов П-2, которое, по мнению ветеранов, стало матерью трех летных отрядов, созданное впоследствии Колпашевского объединенного авиаотряда. С организацией среднеобской комплексной геофизической экспедиции широко развернулись работы по открытию богатых кладовых недр Западной Сибири. В этой работе активное участие принимает и авиация. Резко возрос грузооборот, увеличились перевозки пассажирам. В мае 1959 года в Колпашево был создан 237-й летный отряд. 7 мая 1963 года был образован Колпашевский объединенный авиаотряд в составе 237-го летного отряда аэропортов. Колпашево – Головной, Шестибазовых – Белый Яр, Кыргасок, Средний Васюган, Новый Васюган, Александровская. Более двух десятков приписных аэропортов и посадочных площадок. 1956-1970 года – золотая эпоха гражданской авиации. Северные районы области, да и вся Томская область были полностью аэрофицированы. Любое село, поселок лесозаготовителей имели надежную связь с Колпашево райцентрами. В состав авиаотряда входило 36 аэропортов. 13 августа 1966 года Колпашевский объединенный авиаотряд, первый в азиатской части страны, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. За досрочное выполнение семилетнего плана воздушных перевозок, достигнутые успехи по применению авиации в разведке запасов нефти и газа. Это был праздник не только авиаторов, но и всего города, области. В 1970 году было принято решение о реконструкции взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость работ составила 11,5 миллионов советских полновесных рублей. В эксплуатацию пилоты 237-го летного отряда получили реактивный самолет для местных линий Як-40. Колпашево получило надежную воздушную связь с городами Западной Сибири. 20 февраля 1988 года поступают самолеты Ан-28, которые планировались на смену Ан-2 на ряде линий. Из Колпашевского аэропорта можно было улететь в Алмату 4 раза в неделю, в Барнаул, Омск и Кемерово ежедневно, в Сургут и Новокузнецк 3 раза в неделю, в Томск и Новосибирск вылетало 7 рейсов в день. Самолеты летали в Куржино, Дальнее, Каргасок, Парабель, Подгорное, Белый Яр, Средний и Нижний Восюган, Стрижевое. 260 рейсов выполнялось в 1989 году из аэропортов Колпашевского авиапредприятия. При населении чуть более 100 тысяч человек, проживающих в районах, обслуживаемых авиаторами Колпашева, в год перевозилось 440-450 тысяч пассажиров. Налет часов составил 91 800 физических часов, в том числе на рейсах 40 510, на заказчиков 54 290 часов. Порой не хватало воздушных судов, работа велась в две смены. Наградой коллективу за труд стали многочисленные грамоты областных органов власти, заказчиков. Десятки авиаработников удостоены высоких правительственных наград. Звание Героя Социалистического Труда. Орден Ленина. Орден Октябрьской Революции. Орден Трудового Красного Знамени. Орден Дружбы Народов. Орден за личное мужество и множество других. Звание Заслуженный Пилот России. За годы существования Колпашевского авиапредприятия более 8 тысяч авиаспециалистов, пилотов, техников, диспетчеров, связистов прошли в нем школу становления. Получили прекрасные практические навыки. Работали, продолжают работать в авиационных предприятиях гражданской авиации России, многих стран СНГ. Пятью из девяти предприятий объединенных авиаотрядов Западной Сибири были инженеры-пилоты, начинавшие и прошедшие школу командирского становления в Колпашевском объединенном авиаотряде, Стрижевского, Колпашевского, Кемеровского, Новосибирского, Томского авиаотрядов. У каждого колпашевского авиатора своя жизнь, своя судьба, но всех вас объединяет одно – беззаветная преданность любимому делу, которая сильнее обстоятельств и сильнее притяжения Земли. 15 декабря 2022 года на высоком Колпашевском берегу при въезде в город на пристани по инициативе ветеранов авиаотрасли установлен макет вертолета Ми-8, который стал украшением нового сквера в Колпашеве. Сквер разбивается в честь действовавшего ранее авиапредприятия и сотрудников Колпашевской авиации. Здесь будут пешеходные дорожки, лавочки, освещение, а центром сквера станет вертолет – легендарная «восьмерка». Ми-8 – это не просто знаменитый вертолет, это винтокрылый бестселлер, это один из символов нашей страны. Теперь он станет еще и визитной карточкой нашего города, встречая жителей и гостей Колпашева при въезде в город. Своим трудом колпашевские авиаторы написали большую книгу жизни, но есть в этой книге и печальные страницы. Закрытый аэропорт, зарастают травой, мелколесьем взлетно-посадочная полоса, перроны. Но живы ветераны-авиаторы. Те, кто осваивал, открывал новые авиатрассы в Нарымском небе, помогал в поиске богатств в недрах Томской земли. Человек живет мечтой. Будем надеяться, что авиация в Колпашеве, зародившаяся в 30-е годы 20-го века, будет жить и в 21-м веке. Субтитры создавал DimaTorzok